здравствуйте уважаемые соотечественники сегодня я хочу посвятить эфир тем мероприятием которые наметил асмашимар такаев с назарбаевым как вы знаете вчера было заявлено что стране будет водиться очень жесткий карантин и мы услышали новые статические данные которые все это время правительство назарбаева такая прятала что хочет сделать назарбаев такая я еще раз каждый раз хочу ваше внимание акцентировать на том что такая ничего не решает он простой исполнитель воли назарбаева все министры назначаются назарбаевым аким и тоже поэтому ни у кого не должно быть сомнений что все что сейчас происходит это идет по прямой команде дур султана назарбаева но тем не менее буду говорить правительство назарбаева такая и так сегодня министр здравоохранения новый министр алексей цой заявил что есть три версии по которому стране нужно перейти на жесткий карантин и та версия который судя по всему будет завтра озвучена потому что такая вчера заявил что он дает правительству поручения в два дня подготовить действия такие же которые были период чп и карантина 16 марта по 11 мая этого года что это значит это значит что сроком на 4 недели или фактически месяц будет объявлен жесткий карантин жесткий карантин не режим чп то есть фактически наши граждане сядут на карантин потеряет работу они только-только начали работать некоторые из них и теперь получается снова наши граждане должны сесть на карантин при этом без поддержки со стороны государства потому что режиме карантина который действовал с 11 мая наши граждане получали доплаты вот собственно все мы слышим что вчера сказал хасимжимар такая он а якобы выдал выдал выговоры некоторым министром акимом областей городов поругал их за плохую работу на самом деле вы понимаете что ответственно за все это как президент именно такая если уже речь будет идти о выговорах и об увольнениях то в первую очередь должен уйти сам потому что помнится когда водили карантин он говорил что наступили трудные времена что нужно действовать решительно и каждый руководить должен соответствовать уровню тех проблем которые необходимо решить если руководители не соответствует не способны решать такого рода задач что они должны уйти в отставку что мы увидели за последние несколько месяцев за последние несколько месяцев мы увидели что хасимжимар такая не соответствует даже к сожалению позиции мебели то есть он даже не состоянии просто исполнять указание он просто транслировал министров сказал что вот вы не исполнили мои поручения спрашивается хасимжимар а что ты делал все эти месяцы как ты контролировал работу министров акимов ну хотя бы на еженедельной основе если не на ежедневной хасимжимар токаев говорит что сейчас фактически чуть ли не военные положения но если военные положения то он должен был мониторить ситуацию ежедневно а что мы слышали совсем недавно неделю назад мы слышали что президент сша трамп поздравил токаева успешной борьбой против пандемии а что за успешная борьба если мы вчера услышали что оказывается после 11 мая произошло семикратное увеличение количество зараженных как вообще это может быть семикратное это говорит только о том что власть все время прятал от нас правду и это факт потому что я сегодня выставлял пост когда один из врачей города шимкента он отчаянно обращался власти и говорил что люди находятся в скорой помощи и больницы их не принимает и буквально на следующий день его заставили покаяться сказать что он был в эмоциональном состоянии мы видим в интернете очень много заявлений врачей которые пытаются рассказать правду а затем их принуждают говорить обратно и затыкают им рот это повсеместно по всей стране мы видели что врачи жалуются что они не получают необходимого вознаграждение которое обещал такая и это все происходило последние три месяца то есть это вина не просто министров или акимов а первую очередь хасанжемар такая его он говорит о том что якобы министры и акимы перестали общаться с народом а когда мы последний раз видели хасанжемар такая его чтобы он общался с народом хотя бы как президент соединенных штатов которые ежедневно выходят социальных сетях выходит на различные брифинги общается журналистами рассказывает полную ситуацию которая происходит в стране это президент самой крупнейшей и великой державы мира у которые более 300 миллион населения они 18 с половиной как казахстане америка самая крупная в мире экономика там гигантские процессы происходят и президент соединенных штатов успевает каждый день рассказывать ситуацию а мы не видели хасанжемарта давно более того он длительное время анонсировал что он вот-вот-вот выйдет и расскажет о мерах которым необходимо срочно предпринять так что он хотел если он сам не рассказывать не докладывает ситуацию то что он хотел услышать от министров акимов и других руководителей конечно же никакого результата и не будет поэтому вчерашнее выступление косможемарта каева это было показухой обратить внимание такая ссылается что стране нет лекарственных препаратов масок он возмущается и говорит чтобы в течение пяти дней обеспечили все аптеки лекарственными препаратами представьте себе что оказывается нужно оснабдить вплоть до маленьких районах аптек в селах города везде это возможно или нет это возможно только тогда когда это уже все вот-вот и что называется рядом лежит и в течение пяти дней это все будет завезено тогда это пиар-ход что вот якобы решительный президент такая стукнул по столу кулаком и все это появилось течение пяти дней чтобы через пять дней все средства масс информации начали вопить от восторга говорит что о какой у нас грозный сильный президент такая это только пиар-ход но к сожалению это невозможно мы понимаем что это очередной раз просто призыв призыв как банком ну вы там войдите положение посмотрите сделать отсрочку а потом угрожающие слова ну если вы это не сделаете у нас есть другие рычаги воздействия вы помните его слова и много вас людей получила срочку я скажу следующее токаев вчера опять же заявил что поручаю течение июля месяца до конца июля увеличить количество койко мест в инфекционных болициях на 50 процентов вы можете представить на 50 процентов то есть десятилетия система здравоохранения создала с трудом какое-то количество койко мест и за какой-то месяц нужно на 50 процентов увеличить вы понимаете что это опять вранье это будет полное барахло я сегодня распространял показывал некую аренду стадион но наверное это там была манежная для лошадей когда там молодые ребята устанавливали кровати то есть там будут тысячи людей просто как казарме брошены туда это по сути не казарма это концлагерь потому что сейчас в казахстане именно в июле в августе будет жара свыше 30 градусов и люди там без кондиционеров больные к видам просто будут задыхаться не от того что у них легкие плохо работ потому что там дичайшая жара потому что там нет никаких условий потому что мне будет нужного количества по стандартам туалетов не будет мест для принятия душа ясно что не будет такого количества врачей потому что их сейчас не хватает они увольняются и вообще даже нет протокола лечения который бы был доступен для всех граждан люди занимаются самолечением хватают разные таблетки антибактериальные средства но и и поэтому если люди занимаются самолечением понятно что ничего хорошего этого нам не ожидать ним не будет от этого то есть фактически 16 марта правительство объявив карантин черчайное положение не сделала вообще ничего более того именно правительство способствовало тому чтобы было распространение коронавируса вспомните выделение 42 4500 тенге огромные очереди огромные очереди в сонах огромную очередь вакиматов везде транспорт был неправильно организован ввели ограничения хождение транспорта и получилось что именно в общественном транспорте огромное количество людей забивались как селедки и дышали друг на друга и таким образом опять распространяли коронавирус то есть все что было сделано вся эта проблема создана руками назарбаева токаева а теперь он значит распинывает министров акимов и говорит что вы виноватой в первую очередь не справился он как первый руководитель с этой проблемой более того они скрывали правду но представьте себе что вы на корабле и штурман или пьян или непрофессионален или даже зная куда нужно плыть придет плывется всем другую сторону что ожидает корабль крах казахстан не корабль это большая территория где живет 18 половина миллиона человек и тем кто с мест событий рассказывает ситуацию первую очередь врачи затыкали рты врачей гнобили людям не давали возможность говорить правду врачи ставили неправильный диагноз более того покупали различные тесты которые в принципе не работает сегодня они показывают отрицательный результат завтра положительный масок повсеместно по всей стране не смогли организовать и вот мы теперь что говорим что ситуация оказывается плохая что в семь раз заболеваемость увеличилась это все говорит о том что все время этот режим брал 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 и страна не знала в какой ситуации на самом деле находится как можно таким коротким так называемым по фамилии токаев куда-либо двигать страну только недавно кое-как вышли из карантина из режима чп карантин на самом деле продолжался в ограниченном виде а теперь выясняется все было плохо все эти три месяца вообще никто ничего не делал и теперь заявляется что нужно чрезвычайный режим даже не чп а именно очень такой резкий жесткий карантин представляете себе это вообще просто немыслимо и мы видим что те регионы доноры как отрал ахтау ну магисталскую область выходят врачи и обращаются гражданам просят денег чтобы купить аппараты и вл так называемой искусственной вентиляции легких представляете себе да отралскую область добывает около 50 миллионов тонн нефти 75 тонн на человека а эмират дубая всего лишь 4 миллиона и живет там 3 миллиона и вот представьте эти богатые регионы они просят деньги почему они просят деньги потому что все основные ресурсы забирает астана там их распределяет швыряет куда надо строить свои какие-то дороги отмывает деньги и те богатые регионы которые должны жить хорошо они не могут купить себе аппараты представляете ситуацию здравоохранения сейчас по всей стране течение месяца они будут срочно наращивать число так называемых коек создавать такие концентрационные лагеря ваши родственники будут попадать туда с ними у вас не будет никакой связи и потом вам будут только выдавать свидетельства о том что ваши родственники умерли вот итог трехмесячных трехмесячных действий правительства така его назарбаева при этом мы знаем что всего буквально короткое время наши граждане сумели получить 42 тысяч 500 тенге а теперь этот жесткий режим карантина предполагает что наши люди не имеет средств существования будут закрыты своих квартирах уважаемые друзья все недостатки которые на ваших глазах сейчас происходит вы знаете это даже не недостатки это преступные действия этой власти вы знаете даже внесли уголовную статью за распространение коронавируса но когда в стране нет тестов на который определяет состояние человека то как можно вообще применять вообще этот закон как можно определить заболевших то есть фактически у нас ситуация плохая очень плохая и в этой ситуации я считаю что такого рода действия когда всех снова посадят на жесткий карантин приведет по сути социальному взрыву и если правительство хочет действительно решить вопрос решить проблему чтобы люди первую очередь не умерли от голода чтобы бизнес окончательно не разорился я считаю что мы должны потребовать немедленно ряд экономических требований которые правительство такая у назарбаева должно исполнить марте месяца когда еще даже не был объявлен карантин демократический выбор казахстана выходил с требованиями когда мы говорили что каждому гражданину нужно выделить по 50 тысяч тенге списать проценты по кредитам и ряд еще других требований было тогда я заявлял следующее что это срочный пакет который необходимо реализовать немедленно что в случае если правительство назарбаева токаева не реализует наши инициативы то последующие действия будут стоить нам во много раз дороже и вот к сожалению сейчас эта ситуация наступила если бы в марте в апреле правительство назарбаева токаева приняла в полной мере наш план сейчас была бы другая совершенно ситуация но после того как министр здравоохранения рассказал реальную ситуацию ну условно реальную потому что опять же они скрывают от нас правду потому что они сами не знают какова реальность потому что средства масс информации принадлежат клану назарбаевых потому что эта система задавила всех тех кто говорит правду и теперь ситуация такова что вся политическая верхушка включая самого назарбаева имеет не четкую картину они не знают что на самом деле происходит а ситуации видно мы получаем информацию с разных мест люди пишут социальных сетях что ситуация вообще очень плохая и опасная и по итогам карантина вы все прекрасно знаете что только официальные данные говорят что из почти 9 9 миллионов человек официально работающих включая тех кто фигурирует как самозанятые власть заявила что в результате пандемии четыре и два десятых миллиона человек остались без работы 4 и 2 миллиона человек это почти каждый второй и вот только предприятие начали восстанавливать свою работу и сейчас неожиданно опять же это же правительство заявляет что без работы из 4 и 2 десятых миллиона остались пока 700 тысяч человек это очевидно что они лгут как это может быть чуть более месяца поработали было 42 миллиона безработных осталось без работы всего 700 тысяч реальность конечно же очень плохая я вам скажу так из сегмента малого среднего бизнеса по самым скромным оценкам 30 процентов этого сегмента не работает и не сможет восстановить свою жизнедеятельность потому что у людей нет такой возможность оплачивать те или иные услуги соответственно те или иные предприятия прекратили свою деятельность и в июне в июле до середины июля некоторым предприятие малого среднего бизнеса физическим лицам продлили на несколько месяцев выплату кредитов и процентов по ним но и вот собственно сейчас наступило время когда банки звонят и требует что пришло время оплатить а если люди находились карантине несколько месяцев из каких средств они заплатят вот сейчас в июне в июле понятно что таких возможностей нет и банки сейчас будет отнимать имущество подавать суды банкротит обращаться правоохранительные органы и конечно же это вся эта репрессивная машина будет преследовать людей то есть фактически создается мощнейший кризис кроме того что развивается сейчас пандемия люди попадают жесточайший стресс а мы предлагали чтобы эту проблему развязать людям выплачивать по 50 тысяч тенге каждому во первых и во вторых погасить государству проценты по займам как физических лиц так и юридических лиц в первую очередь малого среднего бизнеса сейчас связи с тем что только частично правительство исполнила наши требования ситуация становится очень плохой в этой связи мы предлагаем и озвучиваем новый пакет требований которые сейчас может стабилизировать ситуацию люди получив эти средства состояние будет покупать и лекарства и маски и продовольствие решить свои многие вопросы связанные с арендом же аренды жилья оплаты коммунальных услуг и масса других проблем если это правительство не сделает буквально в кратчайшие сроки через два-три месяца ситуация будет взрывная и по сути дела это приведет социальному взрыву какие требования я считаю что мы должны сейчас предъявить правительству надарбаева такаева связи с тем что они пропустили момент а именно в марте в апреле когда нужно было осуществлять масштабные реальные платежи но в меньших суммах сейчас требуемая сумма уже увеличилась стоимость на лекарства выросли стоимость на продовольствие выросла правительство сейчас заявляет о том что будут подняты цены на их энергии другие коммунальные услуги то есть ситуация она становится хуже и стало хуже в этой связи мы считаем что каждому гражданину нужно выплатить по 100 тысяч тенге каждому включая младенцев также мы считаем что связи с тем что наступила тяжелейшая ситуация с выплатой процентов и основной суммы кредитов как у малого среднего бизнеса так и у физических лиц мы считаем что необходимо оплатить проценты малому среднему бизнесу и физическим лицам начиная с марта до конца июня выплатить проценты это выгодно самому правительству потому что сейчас банки будут падать по итогам полугодовой отчетности в июле банки должны отразить не возврат кредитов процентов это отразит их балансе убытки и к осени банки будут все испытывать гигантские трудности и произойдет не возврат вкладов клиентов то есть это будет банковский кризис и теперь я хочу сказать третье требование это малый средний бизнес он известен что такое есть квалификация что такое малый средний бизнес бизнес есть предпринимательский кодекс республик казахстан где есть определение что является средним и малым бизнесом малым и средним бизнесом так вот необходимо чтобы малый и средний бизнес не выплачивал до конца года текущие налоги связаны налогом на прибыль налогом на имущество и другие налоги оставить только социальные налоги пенсионное отчисление и налог на добавленную стоимость вот три требования и так первое 100 тысяч человек 100000 тенге каждому человеку каждому гражданину республик казахстан выплатить банковские проценты за четыре месяца физических и юридических лиц начиная с марта по июнь тогда банки будут нормальном состоянии не будет ни возврата кредитов и третье отменить налоги для малого и среднего бизнеса до конца года я сделал расчеты если кто-то будет говорить что это нереально нереализуемо я сейчас озвучу простые расчеты на 1 апреля 2020 года статистика нашей страны заверяет что казахстане 18,7 миллиона человек так вот выплата 100000 тенге на каждого гражданина составит сумму чуть более 13 миллиардов долларов по текущему курсу доллар относительно тенге первое второе вы сейчас удивитесь сумма для физических лиц и для юридических лиц всей страны выплата процентов за четыре месяца составляет всего 1 1 10 миллиарда тенге или порядка 481 миллиарда тенге на конец мая это всего 1 1 1 10 миллиарда то есть суммарно если правительство выплатит по 100 тысяч тенге каждому и погасит проценты не основную сумму только проценты за четыре месяца бизнесу малому среднему бизнесу и физическим лицам общая сумма который необходимо будет потратить для поддержки населения малого среднего бизнеса составляет не более 15 миллиардов долларов сша и тут еще интересный момент дело в том что это сумма на самом деле в реальности составит меньше почему потому что порядка 30 процентов от инвестируемой суммы сразу возвратится виде налогов обратно бюджет сейчас общеизвестно что связи с плохой работы предприятия отсутствием прибыли сокращением людей малые средние предприятия фиксируют убытки малая покупательная способность населения не позволяет им развернуть свою деятельность и вот представьте себе что если эти деньги клын в экономику страны то эти предприятия заработают будут выплачивать социальные пенсионные другие отчисления налог на прибыль 20 процентов налог на добавленный стоимость 14 процентов пенсионный фонд 10 процентов и другие разные социальные налоги и все это так или иначе вернет бюджет страны минимум 30 процентов то есть вместо 15 миллиардов фактически будет проинвестировано 10 миллиардов долларов сша эти деньги они реальны наши предложения не популистские назарбаев и такая заявляет что в национальном фонде около 57 миллиардов долларов не считая еще свыше 30 миллиардов долларов золотовалютных резервов которые существуют у национального банка страны поэтому реальные инвестиции порядка 10 миллиардов долларов в реальном соотношении приведет тому что люди будут состоянии в этом случае месяц спокойно продержаться более того закрыть накопленные долги с прошлого карантина на них не будет оказывать давление банки банки улучшает свой баланс они попадают ситуацию когда им требуется вливать дополнительный капитал то есть произойдет оживление в экономике и вот то что многие предприятия сейчас состоянии банкротства или фактически закрывается вся эта проблема будет решена и осенью когда страна преодолеет эту ситуацию экономика имеет шанс перезапуститься далее мы говорим о том что стране не хватает масок лекарственных препаратов это вообще позор позор за такое короткое время не решить такой простой вопрос государство может целенаправленно одним ударом купить большие объемы лекарственных препаратов и по фиксированным ценам чтобы не было всплеска цен на лекарство просто распределить по аптекам и аптеки будут продавать по фиксированным ценам единым в течение трех четырех месяцев пока не произойдет спад пандемии маски то же самое можно завести их миллионами распределить по фиксированным ценам по аптекам чтобы они продавали везде по единой цене по минимально по очень низкой цене это вообще тоже не проблема понимаете такие простые вещи существующие правительства назарбаев токаева не может решить это просто и патенты которые вообще ничего не могут делать к сожалению вы понимаете кто управляет страной я сегодня видел в инстаграме комментарии не повезло нам с правительством уважаемые друзья когда правительство назначает народ через своих представителей депутатов когда будет построена парламентская республика когда вы этим депутатам доверяете когда не будет стоять вопрос повезло вам или не повезло это будет ваш выбор а не выбор назарбаева а сейчас когда назарбаев назначает министров импотентами не профессионалов при этом когда они сами все импотенты не в состоянии управлять в любых ситуациях не только более сложных не в состоянии они не смогли организовать ничего когда цен на них были высокие вы понимаете что при низких ценах они тем более не организуют поэтому я считаю что в этой ситуации нужно проявить волю характер и сказать хватит сказать хватит вы уже съели наш лимит терпения если это правительство не выполнит те требования которые я озвучил я убежден нам нужно мобилизоваться как можно быстрее и сменить это правительство нурсултан назарбаева не просто правительство полностью весь режим отменить должность президента привлечь к ответственности всех тех кто воровал и продолжает воровать сейчас я знаю что режим специально сейчас направляет нурботов которые пишут мне комментарии а мухтара давайте тоже пожертвовать так далее уважаем друзья этот режим миллиардами ворует из бюджета прямо сейчас из национального фонда а вы ищите бэтмена где-то за рубежом когда из-под носа налоговое отчисление ваши деньги это политическая верхушка ворует они пытаются перенаправить чтобы вы поискали кого-то за рубежом под носом ворует поэтому я считаю что мы должны поставить фактически нынешнюю политическую верхушку перед выбором потому что они всю страну поставили на грань голода на грань разорения бизнеса люди десятилетиями зарабатывали себе то что сейчас наработали и работу и какие-то профессиональные качества и свой бизнес и бездарные действия этой политической верхушки привели к тому что вы теряете все за это они должны быть наказаны и поэтому если токаев назарбаев считает что страна должна сесть на карантин они должны обеспечить всем необходимым каждому выплатить по 100 тысяч тенге погасить кредиты проценты за четыре месяца малому среднему бизнесу и физическим лицам и отменить все налоги до конца года малому и среднему бизнесу иначе все это приведет гигантскому социальному взрыву и поэтому уважаемые друзья давайте требовать давайте требовать я уверен что мы сможем добиться все необходимые ресурсы у государства есть алга казахстан